Мир стал полностью российским. В следующем году Почта-банк выпустит 2 миллиона карт Мир с микрочипом отечественного производства. На днях был подписан меморандум о сотрудничестве между банком и национальной системой платежных карт. Что это значит для клиентов стремительно развивающегося Почта-банка и для финансовой системы страны в целом, выяснял Андрей Яганов. Подпись. Еще одна. И соглашение на выпуск крупнейшей на рынке партии карт Мир заключено. У национального пластика теперь отечественная начинка. Российский микрочип производства компании Микрон. Для клиента это гарантия финансовой безопасности. Для страны независимость от международных платежных систем. 400 тысяч таких карт уже направлены в регионы присутствия банка. Эти карты действительно становятся популярны. Ими действительно пользуются. Вот показатели из последних. Там за октябрь в платежной системе Мир уже совершено более 80 миллионов операций за месяц. И эта цифра и вот этот темп, он только убыстряется, ускоряется. Количество транзакций в платежной системе Мир изо дня в день. Оно растет. Наиболее популярными регионами по использованию отечественной платежной системы стали Москва, Петербург, Московская, Ленинградская, Свердловская области, Красноярский, Краснодарский края, а также Республики Башкортостан и Алтай. Доставкой карт с русским сердцем занимается акционер Почта банка Почта России. Получить новинку можно в клиентских центрах банка или в отделениях почтовой связи, где банковские услуги оказывает почтовый сотрудник. Естественно, мы выпускаем карточку Мир. Каждому клиенту эта карточка выдается бесплатно, без годового обслуживания. Это наш базовый такой продукт, сберегательный счет он называется. Начисляем проценты, даем все возможности по оплате коммуналки, по покупкам, снятию наличных. И отлично теперь, что появляется еще и российский чип. Это просто логично. В настоящее время ведется активная работа над увеличением количества стран, в которых принимается карта. Кроме сопредельных государств ведутся переговоры с партнерами из Турции, Таиланда, Израиля, Германии и других стран. Андрей Яганов, Сергей Петушков, Деловое утро, НТВ.